Здравствуйте! Вы смотрите выпуск СтопФейкНьюс. Здесь мы разбираемся, кто и зачем пытается обмануть вас в СМИ. Меня зовут Марго Гантар. Давайте посмотрим, кто попался на фейках на прошлой неделе. СМИ Но нет особенной информации об упоминании национальности избитой девочки. На опубликованном видео также не слышно, чтобы кто-то обзывал девушку, так как об этом говорится в указанном фейке. Ни в сообщениях полиции Польши, которая регулярно обновляет информацию об этом инциденте, ни в польских СМИ не говорится об украинской национальности девочки. О фейковости сообщения также отдельно написал ряд польских журналистов и украинская преподавательница в университете Гданьска Марта Коваль. Журналисты отдельно указывают на то, что подобные фейки очень опасны и расшатывают украинопольские отношения. К слову, о справедливости. У истории есть развитие. Нападающие сразу же были задержаны полицией, двое из них до решения суда будут находиться под стражей. А одну, которой еще нет 13 лет, участницу драки отпустили домой под наблюдением судебного куратора. Ну и к развитию о фейке. Многие украинские СМИ уже изменили или сняли неправдивую новость, а также написали, что это был фейк. Среди них вот Униан, Зиг и Главком. Что, конечно же, хорошо и показывает, что опровержение фейков работает. Так что мы продолжим наблюдать. Российский канал Russia Today опубликовал статью, в которой задается вопросом, велика ли, мол, вероятность приостановки безвизового режима между ЕС и Украиной. Разбирают причины, по которым это может произойти. Так что мы тоже разобрались, при каких же условиях и как именно могут применить механизм приостановки безвиза. И так ли правы российские СМИ. Но что на самом деле? Для начала на самом деле нет отдельных правил для Украины для приостановки безвиза, а только едины правила для всех стран, с которыми ЕС подписала либерализацию сотрудничества. Дальше о причинах, которые называют арти, коррупция. Но этот вариант отсек Давид Стулик, пресс-секретарь представительства ЕС в Украине. Отсек и рассказал нам следующее. Механизм приостановления только что одобрили, а безвизовый режим с Украиной еще не вступил в силу. Любые спекуляции на тему его приостановления безосновательны. Еще одна возможная причина отмены безвиза от Russia Today якобы проблема безопасности, связанная с конфликтом на Донбассе. ЕС действительно старается обеспечить свою внутреннюю безопасность, а собственно кто нет. Но режим огня или перемирия не связан с безвизом. Как объяснил нам Давид Стулик, вопрос конфликта на Донбассе не был условием предоставления Украине безвизового режима и не может быть причиной отмены такого решения. Кроме того, в принятом документе механизма приостановления среди причин, связанных с безопасностью, нет ни слова о войне или нарушении границ безвизовой страны другими государствами. Третья причина остановки безвиза, по мнению Russia Today, нелегальная миграция. Еврокомиссия действительно взяла на себя право остановить сотрудничество в случае существенного роста отказов во въезде в ЕС на границе или увеличения количества нелегалов с паспортом безвизовой страны. Но вот существенным увеличением при этом считается на 50% и более, и рост должен длиться как минимум 2 месяца, а базой для сравнения служат показатели прошлого года. И что касается нелегалов, то об этом было сказано сразу, что работать безвизы в ЕС нельзя и оставаться можно только до 90 дней в течение полугода. Ну и напоследок, так ли это просто и быстро остановить безвиз? Давайте разберемся. ЕС это много стран и много бюрократии. Подобное решение может быть принято только после детального изучения Еврокомиссии, Советом ЕС и Европарламентом. Много бюрократии, одними словом. Кроме того, механизм установки безвиза работал еще до того, как Украине было предоставлено такое право, и формально ЕС имел довольно много причин применить его. Например, к странам Западных Балкан. Но так и не сделал этого. РИА Новости Украина сообщили, что Петр Порошенко якобы собирается отрезать Донбасс. Да, именно отрезать. Якобы это альтернатива Минским соглашениям. Но они, конечно же, вырвали слова из контекста. Возможно, у ребят плохо с сознанием украинского, так что мы всегда готовы помочь. О чем же президент Украины говорил на самом деле? На самом деле, Порошенко сказал, что с теми, кто предлагает забыть о Донбассе, отрезать его и подарить Путину, ему не по пути. Это становится ясным из полного текста и видео выступления Петра Порошенко на пресс-конференции 14 мая. Полный ролик есть в открытом доступе, так что можете убедиться сами. Сайт Министерства обороны России ТРК «Звезда» сообщил, что Международный валютный фонд якобы отобрал 80% золотовалютных резервов Украины за долги. И, мол, из более 17 миллиардов долларов золотовалютного резерва Киеву принадлежит 4 миллиарда. И сумма эта постоянно уменьшается. Об этом вот сообщили Политнавигатор и другие российские, а также украинские издания вроде Корреспондента и 2000. Откуда это все взялось? Ссылаются на Сергея Арбузова, политика из окружения экс-президента Виктора Януковича, который сейчас скрывается в Москве. Но эти сообщения – манипуляция. Начнем сначала. Во-первых, и сам Сергей Арбузов ничего про долги не говорил. На самом деле золотовалютные резервы Украины продолжают расти. И, как нам объяснил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вишлинский, чистые валютные резервы Нацбанка Украины выросли с 4 до 6 миллиардов долларов только за этот год. Более того, в начале мая была завершена операция по зачислению более 1 миллиарда долларов, которые были изъяты судом у экс-президента Украины Виктора Януковича. Как заявил президент Петр Порошенко, после зачисления этих средств золотовалютные резервы государства будут составлять почти 18,5 миллиардов долларов США. И еще 199 миллионов долларов добавятся в ценных бумагах, и на эту сумму будет сокращен госдолг. Еще одним позитивным фактом является то, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах. Со стабильным прогнозом. По ожиданиям агентства, Украина полностью выполнит свои краткосрочные обязательства по суверенному долгу за текущий и следующий год. Это было все на сегодня. Мы продолжаем наблюдать за работой пропагандистов и ловить их на лжи и манипуляциях. Если увидели новость, которая вызывает у вас сомнения в ее правдивости, присылайте нам на проверку на почту или через форму сообщить о фейке. Больше новостей и аналитики читайте на нашем сайте stopfake.org. Комментируйте, ставьте лайки, делитесь этим выпуском на своих страницах в соцсетях. До встречи ровно через неделю. Оставайтесь с нами. До встречи ровно через неделю.